Сегодня на учете в Шимкенте состоит 35 862 инвалида, из которых 5 660 детей. До последнего времени, чтобы добраться до места освидетельствования, им приходилось потратить еще немало здоровья. Но теперь свое слово сказали технологии. С января месяца здание врачебной трудовой экспертной комиссии, как и другие госучреждения, работает по принципу одного окна. Конечно, сейчас стало очень удобно. Теперь можно сидеть спокойно и ждать свою очередь. Ее объявят по громкоговорителю. Раньше приходилось стоять возле кабинета, стараясь не выпустить из вида человека, за которым стоишь, нервничать. А сейчас удобно сделали. Вас просто вызывают. Врачи также разместились с удобствами в просторных кабинетах, оборудованных аппаратурой для необходимых обследований. Соответственно, и претенденты на инвалидную степень чувствуют себя раскованно. Мамырбек Мельдебеков на заседание врачебной комиссии пришел впервые. Мужчина передвигается с трудом после автомобильной травмы, полученной в августе прошлого года. Полгода пролежал в больницах и, по его собственному признанию, не ожидал такого приема. Сюда, на заседание врачебной трудовой комиссии, я приехал впервые. Не знал, как будут идти обследования, сколько потеряю времени. Но все оказалось не страшно. Взял талон, дождался своей очереди, отдал подготовленные документы и сейчас меня принимают врачи. Никаких проволочек. Еще один плюс нового принципа обслуживания, говорят сами медэксперты, отсутствие предпосылок для коррупционных правонарушений. Заранее договориться с врачами о вынесении нужного диагноза просто невозможно. Раньше были такие слухи, что якобы для получения категории инвалидности. Люди шли, искали какие-то знакомости или какие-то средства. Данный метод позволяет нам это исключить, потому что электронная система очередности предполагает, что любой услугополучатель не знает, в какую комиссию попадет и через какую комиссию пройдет. И данный метод работы не привязан к территории. Любой житель города Чимкента может попасть в любую из шести комиссий, функционирующих в этом здании. Как убеждены врачи, с этого года благодаря принятым новшествам они смогут более квалифицированно оказывать услуги инвалидам. А их каждый год увеличивается на пять тысяч человек. Даня Архудайбергенов, Амантай Уильбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова